местный котик никто его ник не кормит кроме меня всем привет я в гараже вот мой товарищ сегодня я буду натягивать цепь пробег 1600 1667 километров она уже растянулась я прямо и когда еду чувствую нажимаешь на газ цепи на так дергается и когда сбрасываешь газ с таким же щелчком щелкает внизу я уже уверен что она растянулась даже показывать не буду как она растянулась буду разбираться как это делается вот мое рабочее место сегодня я купил вот такой вот ключ ну говорят вроде что он не нужен на 27 что вот эту гайку раскручивать не обязательно у меня его в прошлый раз не было я раскручивал газовым ключом немножко тут вот и сцарапал поверхность не очень мне понравилось что новая гайка такая сцарапанная теперь купил говорят что не нужен ну я пока не понял почему он не нужен если он жестко прикручивает то есть вот к этому перу маятника ну дальше разберусь посмотрю может быть и не нужен конечно но когда ты будешь тянуть ось назад ось вместе со звездой вот эта гайка будет жестко держать эту левое перо наверное все таки нужен на всякий случай купил да его мне просто понравился такой крутой огромный ключ на 27 в машине будет лежать у меня под сидением также тут всякие головки рожковые ключи все это пригодится ну вот вкратце а еще хочу немножко сказать про фильтр вот этот вот топливный здесь вы на камере не увидите это сто процентов но вот так вот я его я смотрю он все вроде бы показывает что он чистый взбалты вот я его взболтал вот так вот и вижу что там внутри поднялась такая взвесь мелкие мелкие частицы я думал одна-две поболтал побольше и нет их там уже достаточно несмотря на то что на лукойле хороший бензин ну по крайней мере лучший из всех что я пока пробовал отдельно потом сниму ролик про башнефть про лукойл где я много лет заправлял а там много лет заправлял здесь здесь вот все равно частицы есть фильтры так что я его не зря поставил вот еще говорят что мотоцикл должен стоять на ровной поверхности и надо посадить вот сюда человека либо надо открутить амортизаторы чтобы маятник встал ровно чтобы опустила задница у мотоцикла тогда цепь будет в правильном горизонтальном положении то есть надо чтобы это центр ведущей звезды и центр ведомой звезды они были на одной и горизонтальной линии допустим это так я сейчас посмотрю может быть я откручу амортизатор сзади левый правый и поставлю его на колеса посмотрю чтобы было ровно в таком положении буду натягивать или можно оставлять на козле вот на этом просто приподнять маятник домкратом или чем чтобы он был горизонтальный или может быть я заморачиваться не буду и просто подтяну подтяну вот этими винтиками цепь все в любом случае и натягивать надо посмотрим так решил я снять защиту цепи вот эту здесь вот три болта на верхней крышке они откручиваются очень легко два болта вот здесь вот раз и здесь вот решил снять посмотреть что хоть там такое ну вот болты я открутил буду снимать и так защита снята вот обнажилась цепь что сразу бросилась глаза что здесь на маятнике лежит резинка такая вот красивая резиночка но не очень конечно красивая но она защищает цепь от шума там от всего цепь с виду нормальная смазать конечно и и не помешало бы не помешало бы смазать песка на ней не очень много ведущая звезда кстати обратите внимание на то есть на ведомую звезду что зубы что зубы острые блин такие острые зубы я сначала только уже на сношенных звездах ну может так и должно быть по поводу грязи слегонца слегонца забрызгана внутри внутри ну более-менее итак защиты я снял обе вид конечно у него преобразился он стал такой более мотоциклоподобный там он больше на мопед похож я конечно привык итак снята защита вот это вот нижняя часть здесь в нижней части посмотрите чуть побольше грязи конечно здесь потому что она падает туда а в этой верхней только то что немножко набрызгало от центробежной силы ну и нельзя сказать что здесь много чего-то я конечно не езжу по особо на какому-то по какой-то грязи а что еще хочу сказать вот эта защита она очень прилично весит ух ты смотрите здесь даже резинка вместе соединение двух защит ну вот индусы молодцы резиночку проложили чтобы она не гремела она очень много весит эта защита прямо такая ну толстенный металл краска тут хорошая в общем тот кто ее захочет снять он как минимум облегчит свой мотоцикл на пару килограмм итак я открутил открутил амортизаторы снизу они крепятся вот такими вот болтами видите здесь идет красненькая красненький фиксатор резьбы выкрутились они без особых проблем это левый это правый теперь я поставлю мотоцикл на колесо и цепь у нас будет так как надо еще немного о качестве сборки индийских мотоциклов вот здесь на подножке кусочек зеленой краски я не знаю случайность это либо это что-то помечено еще где-то я встречал точно такую же краску такие же пятнышки даже на японских автомобилях я знаю что под капотом бывают вот такие вот марки марки ставят краской то есть проверено закручено контроль пройден посмотрите здесь даже какая-то есть надпись БМ 150 что ли наоборот что-то тут написано вы где еще видели такое чтоб на запчастях писали на заводе что-то звено у цепи вот оно оно покрашено в розовый цвет такой бледно-бело-розовый цвет ну и в принципе состояние мне очень нравится красотища звезду конечно хочется поменять чуть поменьше она и так-то в принципе с виду не очень большая хочу добраться вот до этой звезды крышку снять но у меня головки туда не пролазят большеватые вот еще будет повод приобрести новые головки и так я отодвинул амортизатор и мотоцикл у меня просел он видимо резиной колесом прямо на крыло сел супер заниженный теперь стал ну можно сказать что маятник он приблизительно ровно теперь стоит он в таком положении я буду регулировать это я не сам придумал я посмотрел как там один парнишка на ютубе это делает ну в принципе разумно вот в таком положении цепь натянута больше всего у нее самые самое длинное расстояние от центра задней оси до центра оси передней звезды так что вот так посмотрим ну вот цепь болтается в таком состоянии можно ее подтянуть немножко еще хочу сказать что я не советую так делать всем обязательно вот чтобы все без исключения делали так как я делаю потому что это может привести к необратимым разным последствиям вы там чего-то неправильно сделаете и скажете что я тут ерунду наговорил я это делаю основываясь на своем опыте опыт у меня есть владениями мотоциклами и также у меня еще есть высшее техническое образование плюс у меня папа технарь кандидат технических наук я всю жизнь рядом с ним прожил и знаю примерно как гайки кручатся где чего должно как раскручиваться закручиваться уже интуитивно это чувствую хоть и говорят вот эту гайку раскручивать не надо ну как ее не надо раскручивать если она с одной стороны держит та с другой ну посмотрим может я ошибаюсь ну в любом случае если я ее раскручу то я ее и закручу ничего плохого от этого не будет вот но все что вы делаете делайте на свой страх и риск ну вот давайте вместе с вами разберемся надо ли откручивать эту гайку я как рассуждаю вот мы имеем ось я вот так вот ее отверточкой кручу и видно что возле гайки резьба стоит на месте видите входит только колпачок вот этот который я кручу а внутри этот колпачок проходит осью вот до сюда и сейчас вот я отверточкой подвигаю вот я двигаю видите крутится вся ось значит вот эта ось имеет точку соприкосновения с пером маятника вот тут вот тут и вот тут через втулку и при затягивании от этой гайки намертво намертво вот здесь вот привинчивается к перу ось и перо с правым разобрались левая ось она тут составная из внешней трубы на которой сидит вот эта гайка и внутренней которая вот сейчас крутится потому что я ослабил правую гайку вот там если мы не будем раскручивать вот эту гайку вот этим вот огромным ключом если мы не будем ее трогать значит эта гайка будет намертво прикручена к левому перу маятника а если она здесь будет привинчива к левому перу маятника то вот там как мы видим видите ось ось вот там между ней и вот этой вот направляющей вот этим вот ползунком с рисочками нету никакого расстояния не тут не вот тут то есть ось сидит она привязана жестко вот к этой направляющей не знаю как правильно называется эта деталь и когда мы будем тянуть гайкой вот эту вот ось вот эту направляющую будем тянуть назад вместе с осью чтобы натянуть цепь то вот эта гайка она будет держать намертво вот эту направляющую и никуда ничего не пойдет это чисто логически я рассудил посмотрев где чего затягивается в любом случае я считаю что вот эту гайку отвинчивать надо обязательно не на полностью но хотя бы чуть-чуть чтобы можно было сдвинуть ее назад вместе с ней потому что двигается ось и колесо и вот эта звезда все двигается назад почему он сказал что там один парень тоже на Абаджадже ездит сильно матерится правда вот он сказал что я не надо откручивать может я что не так понял ну в общем я вот пока вижу что надо без откручивания этой гайки мы не сможем отрегулировать нормально левую сторону оси так и здесь докручиваю я еще четверть оборота вот так вот дело в том что я сейчас записывал записывал оказывается у меня не стояла запись какие манипуляции я провел я подтянул цепь на одну на половину еще 25 сотых оборота то есть на 0.75 оборота сейчас объясню как это вот цепь подтянулась уже не так болтается она там болталась сильно тут не очень сильно оборот показываю сколько это вот видите я вот так вот ключом берусь он смотрит гранями вверх вот господи боже ты мой вот если повернуть вот так вот сверху вниз ключ это пол оборота а целый оборот это будет о блин еще раз так то есть 360 градусов я подтянул вот раз вот так вот пол оборота и еще четвертинку подтянул вот эту гайку то есть получилось снизу ключ я повернул вверх и еще раз повернул снизу вбок вот это получилось 0.75 оборота у меня так и с той стороны я подтянул точно так же то есть цепь у меня насколько то натянулось вот таким образом трогать ось я не буду здесь вроде бы все туго здесь у меня тоже все туго так что я сейчас просто легко удерживая колесо на себя немножко назад буду подтягивать гайки закреплю вот эту гайку немножко раз после того как я закрутил вот эту гайку оси и вот эту гайку оси я поставил мотоцикл на подножку центральную принес домкрат хотела уже приподнимать его но видите амортизаторы нормально здесь вывесились даже немножко выше чем нужно цепь опустилась вот эта ось опустилась вниз цепь она получается ослабила свое натяжение ну на сколько то и стала болтаться так ну в разумных пределах в принципе честно говоря она что вот в таком положении что в прямом в горизонтальном положении она примерно одинаково ну там чуть побольше ну вот где то раз два два сантиметра где то я думаю это ништяк не слишком слабо не слишком сильно я видел что ребята натягивают очень сильно она прямо вот такая вот тугая то есть ее вот так вот нифига не прожмешь но я натяну так как рекомендуют все мотоциклисты чтобы цепь немножко имела свободный ход сейчас я буду ставить амортизаторы на место вот туда и буду прикручивать защиту я решил помыть бензином не стал мыть хоть у меня и полно старого бензина всякого взял вот щетку моющее средство обычное гель для душа или что там ну вот в принципе щеточкой потёр нормально сейчас эту еще потру и смою короче что хочу сказать немножко прокатился цепь натянута нравится как натянута сажусь ну не помочь конечно некому сажусь на заднее сидение и отверточкой тихонечко так проверяем попрыгал немножко посмотрел нормальная цепь натянута есть у нее свободный ход этого достаточно плюс она еще подтянется через 500 километров так прикрутил амортизаторы сейчас буду подготавливать прикрутки к прикручиванию вот эти вот крышечки хотел помыть мылом с водой помыл ну так основная часть смылась но все равно все осталось короче это не вариант принес свой любимый бензин которому уже лет 5 перчатки тряпку сейчас протру и буду прикручивать тряпку и и и Субтитры сделал DimaTorzok